Вера, во-первых, поздравляю вас с победой. Вы сказали сегодня, что отдали должное сопернице на корте, что она здорово сражалась, когда спасала матч-болы. А можно было, в принципе, с первого же матч-бола как-то собраться? Потому что вы так решительно вышли на этот гейм, вас подбадривали тренеры с трибуны, но что-то не пошло, ни первое, ни второе, ни третье. Что не заладилось? Ну, действительно, матч был напряженным. Я не могу сказать, что что-то не заладилось. Она сыграла очень здорово. Я к себе, у меня никаких претензий нет. Да, возможно, я могла немного точнее подавать. Где-то, может быть, процент первой подачи упал, и я позволила ей принимать более активно. Но, в целом, я думаю, что это ее заслуга. Я, несмотря ни на что, боролась за каждый розыгрыш, и в итоге смогла завершить матч этим геймом. Поэтому это, наверное, самое важное. И ваша соперница только что здесь была, сказала, что ее, в принципе, хватило физически на первые четыре гейма. Ну, у нее действительно были матчи. Не думаю, что она искала какое-то оправдание, поражение. Но вы действительно чувствовали, что немножко она устала? Или вы не обращали внимания соперницу, были сфокусированы только на себе? Ну, во-первых, конечно же, я фокусировалась на своей игре. Но я знала, что мне нужно ее двигать по корту как можно больше и затягивать розыгрыш. И особенно на этом покрытии очень сложно атаковать с первого, со второго мяча. Нужно разыграть. И, конечно же, ну, в плане, и у меня было то, что мне ее нужно растаскивать по всему корту и затягивать розыгрыш. И я в целом рада, что это работало, потому что я видела, что в какой-то момент она начала торопиться. Видимо, действительно, физически ей было тяжело, и я смогла этим воспользоваться. Как вам удалось подойти в такой прекрасной физической форме? У вас тоже здесь был затяжный матч к этому турниру. Вы также еще и в паре играете. И второй вопрос. Два слова про парную игру. Последнюю, скажите. Ну, как физически, в целом я готова хорошо. Я провела хорошую подготовку, поэтому я думаю, что я готова играть этот турнир и в одиночке, и в паре. По-другому я бы не записывалась в оба разряда. И да, действительно, у нас парный матч, ну, получился достаточно таким напряженным. И казалось бы, что мы уже все сделали, чтобы перевернуть эту встречу и выиграть ее. Просто не смогли довести до победы в нужный момент. Обидное очень поражение. Не помню, чтобы так сильно, можно сказать, переживала из-за проигрыша в паре за последние пару лет. Действительно, было немного обидно, но что ж, это теннис, такое бывает. Но, тем не менее, это было достойное начало. Мы давно не играли с Леной в паре, и для нее это лишь второй турнир после возвращения. Поэтому я думаю, что мы сделаем выводы из этого матча. И надеюсь, в следующий раз в такой ситуации уже сможем выиграть матч. Коллеги, партнерский пресс-центр, вам слово. Да, Вера, добрый день, с Победой. Сергей Подоркин, Санкт-Петербургский ведомости. Хотел спросить у вас, в принципе, вот по ощущениям, вы очень хорошо двигаетесь, в принципе, вы делаете длительные розыгрыши. Как сами оцениваете сейчас именно свою игровую форму? Можете ли сравнить ее, как бы, со собой до ухода, как бы, ну, свою форму? И близка ли она там к оптимуму сейчас? Или вы еще чувствуете, что физически можете прибавлять? И как бы именно там в плане выносливости, долгих розыгрышей и так далее? Ну, всегда есть куда прибавить, можно так сказать. И всегда есть к чему стремиться. Но, тем не менее, я ощущаю себя хорошо. Я не вижу никаких проблем, чтобы играть долгие розыгрыши. И в целом я достаточно выносливый, можно так сказать, спортсмен. Но, тем не менее, все равно я понимаю, что мне приходится, может быть, работать даже больше, чем в юные годы, так сказать. Потому что форма сейчас уходит намного быстрее, чем раньше. И мне нельзя останавливаться, нужно всегда ее поддерживать. Еще вопросы, коллеги? Если говорить вот о перспективах, понятно, что как бы сложно загадывать что-то. Но удачное выступление в Петербурге все-таки может позволить вам подняться довольно высоко в рейтинге. Ну, в принципе, оно уже удачное, но еще более удачное. Думаете ли вы об этом вообще, в принципе, думаете ли вы о рейтинге? Нет, о рейтинге я совсем не думаю. Это не важно. Мне главное фокусироваться на игре и стараться улучшать ее, чтобы побеждать сильных соперниц. И я думаю, что сейчас такая ситуация, что рейтинг заморожен. И в связи с этим подняться в рейтинге крайне сложно, даже несмотря на определенные успешные выступления. Особенно для меня, потому что тот период времени, когда, так скажем, очки сохранялись в рейтинге, я не играла из-за травмы. И поэтому сейчас, несмотря на какие-то даже те очки, которые я зарабатываю, я поднимаюсь не сильно. Но я думаю, что это не важно. Главное играть и играть против сильных соперниц и попытаться побеждать. Еще вопросы? Открытая зона, может быть, хочется спросить что-то. Да, с победой, Вера. Твой следующий матч против Риты Гаспарян. По-моему, вы в прошлом году здесь уже играли, если мне не изменяет память. Тогда была уверенная победа. И скажи, прошлый матч как-то поможет тебе подготовиться к завтрашнему полуфиналу? Или это уже будет абсолютно другая встреча и забыть, что было до этого? Ну, в целом, да. Нужно забыть, что было до этого. Конечно же, выводы какие-то сделаны. Но это уже в прошлом. Каждый матч нужно начинать заново. Каждый день новый. И никогда не знаешь, как все сложится. И действительно, я против Риты играла здесь в первом круге квалификации в прошлом году. И я помню, что матч был непростым, несмотря на счет, с которым я выиграла. И против Риты всегда сложно играть. Она отличный соперник, который может играть очень мощно. И ее одноручный бэкхенд, что нетипично для женского тенниса, очень красивый, очень эффектный удар. Поэтому в любом случае матч будет очень сложным. И я буду настраиваться. Есть еще вопросы в открытой зоне? Насколько корты здесь в Санкт-Петербурге для тебя комфортно и подходят по отскоку, по скорости? В целом, мне здесь комфортно играть. Но я знаю, что есть игроки, которым тоже очень комфортно здесь играть. Не всем. Я думаю, что Рите этот корт тоже подходит. Так что посмотрим, что получится завтра. Еще есть вопросы, коллеги? Да, есть еще небольшой нетеннисный вопрос. Вера, вы не только теннисистка, но и основатель фонда. Расскажите про свою общественную деятельность. Может быть, какие-то проекты сейчас по этой стезе наполнять, которыми можно поделиться, потому что это все-таки так серьезно. И как вообще удается всю деятельность это совмещать? Самое главное, что у меня есть хорошие помощники, которые этим занимаются. Действительно, у нас организация поддержки детей, больных с синдромом РЭТа. Это редкое генетическое заболевание. И у нас есть какие-то сейчас проекты. В первую очередь, это образовательные проекты для родителей, международные. Сейчас идет в основном работа для, так скажем, мы делаем определенные видео для того, чтобы родители могли понимать, как помочь своим детям. И разные специалисты тоже подключаются и делятся своим опытом, что немаловажно, потому что достаточно редкое заболевание. И не все знают, как правильно или как лучше помогать своим детям. И я думаю, что если будет у нас возможность, мы будем дальше продолжать эту деятельность.